МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Высылка из Молдовы пяти дипломатов Российской Федерации, жесткая нота протеста, переданная в Москву в начале марта, задержание миротворцев России в аэропорту Молдавской столицы, ограничение для российских телеканалов. Этот неполный перечень событий, привязанных к антироссийской кампании, которая неожиданно обрела второе дыхание в Молдове, можно продолжить. Но главное в другом. Что это? Очередное испытание на прочность молодороссийских отношений или азартная внутриполитическая игра с внешнеполитическим подтекстом? Об этом и поговорим с дипломатом, писателем и академиком Виктором Баршевичем. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер! Рад вас видеть в нашей студии, но с вами меняемся ролями. Обычно наш телезритель привык вас видеть ведущим собственной программы, сегодня вы гость. И, в общем-то, уже на правах ведущего я вам буду задавать вопросы и будем ждать ваших ответов. Большое спасибо! Виктор Иванович, решение о высылке российских дипломатов, на ваш взгляд, почему оно было принято, чем оно обернется для нашей страны. Повлияет ли это на тот позитивный, будем говорить, бренд формирующихся взаимоотношений между Молдовой и Россией, вот тот позитивный посыл, который сегодня обретает эти взаимоотношения после ряда поездок Игоря Николаевича в Москву. И сейчас наметилась новая поездка в Санкт-Петербург. Вот что, по-вашему, сегодня происходит в Республике Молдова, исходя вот из такого, в общем-то, посылок нашей сегодняшней с вами беседе? – Да. Значит, вот в самом начале, когда ты поставил вопрос, ты меня просеив, я давно, сколько лет мы знакомы, уже я и запамятовал. В чем заключается эта ситуация, в чем ее суть? Когда… Вот есть старый профессорский анекдот. Когда к тебе приходит студент и говорит, что ему непонятна практика, вот практически решить какую-то задачу, значит, надо отсылать его к теории. А когда непонятна теория, то отсылают к практике. Вот такой прием. Поэтому, если нам непонятна конкретика, то есть само событие… Ну, так вот, сразу вот первое впечатление от этого события – это, конечно, какой-то бред, какая-то нелепость, какая-то чушь, анахронизм полнейший. И если посмотреть на это же самое событие в контексте более сложном, то есть в контексте внутренней и внешней политике этих реалий, то как-то все перестает быть таким абсурдным, тупым и абстрактным. На самом деле происходит вот что. Если подняться, если вот близко непонятно, что происходит, иногда на этом квадрокоптере или там на вертолете надо подняться и посмотреть. И вот мы проследим. Вот такой крупный кит или акула, я знаю, как Трамп, где он проходит, за ним следом, естественно, там все бурлит и кипит. И причем бурлит, кипит не столько в международных отношениях, сколько у него дома. Значит, какая задача Трампа? Трамп, это был первым из американских политиков, который де-факто, не где-нибудь, а в Конгрессе США, четко и ясно заявил. Говорят, ребята, он буквально так сказал. Я не нанимался быть президентом всего мира. Я нанимался быть президентом Соединенных Штатов Америки. Это что на самом деле? Это де-факто объявление того, что с монополярным миром эпоха монополярного мира закончилась. Что происходит в те эпохи, когда что-то заканчивается, а что-то еще не устаканивается? Что многополярный мир. То есть, если проходит эпоха моно, значит, приходит много. Так. Далее посмотрим. Значит, ну, там в Саудовской Аравии там понятно, там путешествия в тысячу одну ночь со своими девчатами, с супругой, с подарками, с шейхами, с саблями. Правда, тот шейх что-то как-то ту сабельку приподнять не смог. Да и в Йемене у них не очень там. Ну, получил, сострыг Трамп какие-то там деньги. Это как напоминает, как молодой, вновь хан объезжает владения и со всех берет побор. Вот. Ну, он взял там какой-то в Саудовский. Переместился он дальше. Ну, и в конце концов оказался в Европе. Что произошло, значит, в Европе? Госпожа Меркель, после этого, мудрая Меркель, бывшая комсомолка, они все мудрые, они всякие власти повидали, сказала, ну, что говорит, Соединенные Штаты четко нам дали понять. Каждый за себя, ребята. То есть, если они все раньше привыкли так, властиться, ютиться, а тут, ну, что делать? Каждый за себя. Но есть ребята в Евросоюзе, которые всегда шли в ворватели Соединенных Штатов. Польша, Прибалтика, ну, что их там известно идти. Это Восточная Европа. Вот. Ну, и эти ребята, вот, Димарш, внимание, я говорю, на твой вопрос отвечаю, о высылке вот этой дипломатов, и вдруг рассказываю какие-то про путешествия Трампа. Вояж Трампа, да. Вояж Трампа, все. Потому что, не понимая, что произошло, потому что это фактически реакция на этот вояж. Если посмотреть повыше. Так вот, Польша, Димарш, такой Димарш против Евросоюза, что это как бунт. Помните, все вот это, поляки, так сказать, против Брюсселя пошли, что мы не собираемся этих у себя расселять мигрантов и много чего другое. Не позволим никому учить нас демократии. Мы, Речь Посполита, одна из самых древних демократий Европы и так далее. Но это правда, что есть тут супротив поляков, я ничем не могу возразить. Они правы. Это таким на самом деле, когда-то была дворянская республика, все. И они считают. Им не нравится, что Германия начинает в Европе играть как бы свою игру. А с тем, что сказал Трамп, получается, и тем более, что немцы. Расскажите за себя, а то получается. В чем дело? Кому-то стула может не хватить в этой девушке игре. Наши ушлые ребятки, местные, посмотревши на все эти дела, прикинули и пришли к выводу. Играть под дудку Меркель, под дудку Брюсселя не очень хорошо. Да и пирка топиола, он все время шумит, что тут у нас не реформы, не идут ничего. Америка, она далеко, она там за океаном. Значит, с кем лучше держаться? Как и вся Восточная Европа, Хвалионная Прибалтика, Польша и другие страны, будем держаться в этом формате. Но надо дать знак, что ребята, мы же не просто сукины сыны. Мы ваши сукины сыны, господин Дональд Трамп и твой еще не оформившийся госдепартамент. Вот это простой сигнал. Почему? Да потому что сейчас видно, Меркель у Путина была, Макарон, извините, я ошибся на одну гласную, с удовольствием принял у себя Путина. И в этой ситуации, как никогда, момент наступает показать, а вот баба-яга против, а вот мы тут, вот молдавский эстеблишмент элита, так мы, значит, держимся по-старому. Что там мир? Многополярный-то не интересует. Сказал Трамп, что он Соединенных Штатов Америки президент. Он крутой? Крутой. Вот и будем его держаться. А сигнал был послан американским ребятам, кстати, тем, которые против Трампа, потому что Трамп и сам пытается с Путиным наладить. То есть это сигнал фактически в госдепартамент, который очень по своей консервативной структуре, могут обамы меняться, Трамп и госдеп это своя структура, но от госдепа очень многое зависит. Ну и наши показали. Ребята, мы держимся в вашей линии. Что там Европа, что Россия, все это улучшение, нас это не... Всякие Меркели, Макароны нас не интересуют, мы вам даем сигнал. Ну, заодно... Как вы думаете, принятый сигнал в госдепе? Это очень хороший вопрос. Потому что, когда кто-то хочет показать, что я сукин сын, но я ваш сукин сын, он должен, ну, хоть как мозг на слона полаять. И я думаю, что если в этой ситуации Россия ответит вот так, как Госдума когда-то отвечала на наезд господина Михаила Георгиевича, да? Он там нахамил, обозвал и так далее. А дома мы вас накажем. И понаказывали. Там с вином и все такое. Эй, ребята, вы кого наказываете? Народ. А радостных Михаил Георгиевич говорит. О, я вам говорил, что они империалисты, говорил, что душилы. Вот, пожалуйста. Так вот, мне больше нравится ответ Путина, который он сделал под Новый год. Вот, когда Обама этих детишек из посольства, бог знает куда, на двор выставлял, он говорит, а я ваших детишек себе в Крем приглашаю. На елку. На новогоднюю елку. Ни СНН, ни все эти вот несколько дней в себя не могли прийти, они даже не знали, что тут нести в ответ. Вот это был мудрый, взвешенный и совершенно асимметричный и неожиданный ход. Вот если, мне кажется, руководство России, понимая, что происходит на самом деле, ответит на это неким куда более мудрым, куда более неожиданным и асимметричным ходом, то тогда вот это вот тявканье или как это, звоночек хозяину, ребята, мы вот тут все как бы готовы. Да, мы в этом пансионате тоже. Да, он как бы просто уйдет никуда. Ну, ведь все-таки местные власти наши, предпринимая этот шаг, наверняка, наверное, не могли не задуматься о том, что может последовать как один из вариантов. Да, мы можем апеллировать к мудрости российского президента, к мудрости российских властей, но тем не менее, есть и МИД России, есть те, кто призван защищать своих сотрудников, и поэтому не могли, в общем-то, не предполагать, какой может быть ответ. Конечно, не считали. Да, как вы думаете, тем не менее, почему все-таки, ну, понятно, что да, нужно дозвониться до своего хозяина, как вот недавно на одном из порталов было написано о том, что, если уже говорить. Можно галкнуть, чтобы босс, вот у меня в Бутученах есть такие маленькие собачки, их называют клопацей. Почему они маленькие? Их не надо кормить, крестьянин прижимистый, что это, они маленькие, но галкают так, что там ночью там всех святых разбудят. Вот это мне напоминает этих клопацей, но это с одной стороны, дальше твой вопрос очень интересный, потому что да, они погавкали, это понятно, дежурно, все такое. Вопрос, на что они рассчитывали и зачем они это сделали. Да, согласен, вопрос очень интересный. Есть категория наших с вами сограждан, которым, допустим, да, этот демарш властей, ну, отчасти нравится. Удар, танки Путина, мэра выпустили, танки Путина подтверждились, все понятно. Ответ очень простой. В бильярде хорошие игроки, вот есть такое выражение, хороший удар зря не проходит. Обычно игрок не просто загоняет шар в лузу, но он еще готовит для следующего удара, то есть, как бы, вот это разговор, а это на самом деле бильярдная игра дипломатии, обмен ударами и все. Что здесь получается? Получается такая штука. Станем теперь на место наших, вот те, кто принимал это решение. Они прикидывают так, ага, россияне ответят на это адекватно, акции социалистов, Додона и тех людей, которые за дружественные отношения и с Европой, и с Евросоюзом будут падать, популярность у электората будет падать, то есть, мы заодно решаем две задачи, внешне оттякнули, типа, мы сукины сыны, но мы ваши, а здесь заодно, вот в случае этого такого лобового ответа, они выигрывают. Вот их расчет. То есть, это бильярдный удар, один, значит, а вдруг пойдет в лузу, а второй, позиция наша будет такой, что мы готовы к следующему удару. Ну, раз вы играете в бильярд, вы же, наверное, знаете, что этот удар иногда называют, так сказать, как бы послать дурака. Есть. Такое есть. И в этой ситуации этот удар может таковыми оказаться. Это все зависит от того, догадается, Владимир Владимирович лузу чуть-чуть сдвинуть или нет. Да, но, к сожалению, политика и бильярд, они могут быть похожи только в наших с вами, так сказать, таких вот образом. Да, вот люди. Кто о людях думает. Здесь ведь, смотрите, благодаря определенным шагам сегодняшнего президента удалось вернуть, ну, возможность экспортировать в Российскую Федерацию нашу продукцию. Ведь мы стали забывать, что... Улучшить положение людей наших, которые... Да, ведь я вот что хочу сказать. Мы стали забывать, что, в принципе, градус взаимоотношений с Российской Федерацией, возможность присутствовать на рынке Российской Федерации, это знак равенства, ну, будем говорить, с экономическим рейтингом определенным. Потому что чем больше продукции ввозится, тем выше экономические показатели собственной страны. Мы это стали забывать, мы пытаемся там какие-то рейтинги показывать. Вот, смотрите, согласно такому-то рейтингу, 50 бутылок больше отправили в страны Евросоюза. Вот здесь уже какая-то динамика. И не только... Это не камень в адрес наших западных партнеров. Помнишь, старое знаменитое, есть ложь, наглая ложь и статистика. И статистика, да. Вот статистика демонстрирует, что, в принципе, вот успехи экономики, они, в принципе, сегодня завязаны на возможности торговать на самых крупных, самых перспективных рынках мира. А сегодня Российская Федерация была, есть, наверное, еще долго будет оставаться именно таковым. И вот благодаря этим шагам президента Дадона, встречам удалось разблокировать часть вопросов. И вот ваша оценка нынешней ситуации, вот этих взаимоотношений, какова перспектива, и даже, будем говорить, сквозь призму сегодняшних событий, вот это немножко, как мне кажется, все-таки антироссийская истерия, потому что, смотрите, мы наезды на каналы, которые занимаются, на телевизионные каналы, которые занимаются ретрансляцией телевизионных продуктов. Я знаю, что в Румынске можно, а... Там нет пропаганды, вы просто не понимаете. Ну да, мы темные тут. Вот, мы просто, видимо, очень плохо понимаем, что такое пропаганда. В этой ситуации, и вот, мне кажется, как бы наступаем на очередные грабли, которые в очередной раз будут бить нас по лбу. Так, тому обучены с батенька. И тем же... Это шишки, что ничему не учат. Нет, так... Самое смешное, на грабли наступают политиканы, а по лбу получает народ, который за них голосует. Это парадоксальная такая механика. И это так. Я уже много раз говорил, что меня всегда удивляет. Вот посадили этого парня. Явно тут не без политических. Потому что по тем же политическим... Там уже несколько человек сидят. Там парней много, да. Я имею в виду мэра. Он мне симпатичен только одной вещью. Когда он в гараже пел любые комбат батяня. И пел так с душой. И так искренне. Что вот это единственное, за что я как бы... Он мне симпатичен за комбат батяня. Вот в интернете появилась шутка. В каждом молдавском Румынии живет русский. И он пытается из себя его выдавить. То есть, один из способов психотерапии, это выкричать то, чего тебя пугает. Как бы есть такой способ. И что вот я хотел сказать. Понятно, что у нас сажают или милуют. Или ничего, как и положено по политическим мотивам. Но в данном случае, как ни верти, как ни крути. Но такого бы она чудили. Такого бы она творили. Уже я на канале, вот сколько, на том же Акченте. Да если бы только на Акченте можно сказать. А это вот понятно, ребята, они пророссийские. Они тут гонят пургом. А про оппозиционные? Да по любым. Да на публике там. Такого понасмотришься. Что мэр наш вытворял. Что уже, ну как говорится, не лезет ни в какие рамки. Так вот, по политическим мотивам сажают. По политическим мотивам милуют. Это понятно. Но независимо от того, по политическим, не по политическим. В данном случае, я считаю, что с этим бардаком давно надо было что-то делать. И давно было пора кончать. То есть вот здесь я с позицией канала согласен. И как бы канал не называли пророссийский, там еще как и про путинский. И там бог знает еще как. Вот я считаю, что позиция канала. Вот очень много выступлений. Конкретные факты. Где, что, когда. Где застройки незаконные. Где там вырубаются легкие города, зеленые насаждения. Я считаю, что политика канала правильной. И я поддерживаю этот канал. Поэтому и сотрудничаю с ним. В вашей биографии есть и страница, когда вы работали послом. Послом Республики Молдова в Китае. И Китай уже в те годы была страна стремительно развивающаяся. Если напомнить, это был четвертый, пятый, шестой год. И это годы, когда Китай. Становление. Да, да. Когда он набирал обороты. И строились новые китайские города, новый облик. Человека в космос послали. Человека в космос отправили, да. Я не знаю, но давайте проведем параллель. Вот представим себе нечто подобное в Китае. Возможно? Я имею в виду вот такую столицу. Или хотя бы такую провинциальную. Или столицу какой-то провинции. Ну, в Китае мы тоже помним этот случай. Когда один из кандидатов на самый топ попал. И он, и его супруга. И в тюрьму попал. И все эти дела. То есть, наверное, везде в мире так или иначе. Политика и какие-то там преследования. Они всегда связаны. Какая бы она была цивилизованная или не цивилизованная. Но в Китае вот есть то, что мне очень нравится. Вот мы говорим. Мы тут Молдова темная, отсталая, клановая, семейная, архаическое мышление. Мы вот потому такие, что мы такие, мол, отсталые. Пождите, ребята. Посмотрели бы вы на клановые отношения в Китае. Я уже не говорю о Соединенных Штатах. Вот где кланы и кланища. Вот где еще организованная вся эта братва. Но в Китае очень есть одна интересная особенность. Они сумели. Это Дан Сяопин. Вот этот коротышка гениальный. Они сумели понять. Но не сделаешь ты из китайца, ни европейца, ни россиянина, ни там государственника. Бог знает чего. На первом месте у китайца семья. Точка. Потом, значит, друзья семьи, клан семьи. Земляки. Вот они так устроены. И Дан Сяопин понял, что надо эту пирамиду. Вот государство, провинция, там земля, общество, кланы, там дыры-мыры до самого низа. Он понял, надо все перевернуть, как у китайцев всегда было. Вот мы много говорим о менталитете. На первом месте семья. И так они и поступили. Как экономический подъем Китая начался? Дело в том, что в клановости и семейственности ничего плохого нет. Китайцы в раз в 20 более семейственные и наношисты, куматристы, чем молдаване. Но они использовали это не для разграбления государства, не раздеребанивания его, как термиты, вот в столы и все рушится. Они это использовали. Сначала дали право семьи обрабатывать землю. Потом ряд семей начали эту продукцию в городах. Ресторанчики, базарчики. Потом пошивочные мастерские. Потом стало подниматься провинция, землячество. Потом все государство. То есть они, видя развал СССР, китайцы, сделали очень правильные выводы. Менталитет человека нельзя сломать. Надо, опираясь на этот менталитет, учитывая его отрицательные, но главное, это есть масса положительных, взаимовыручка, чувство локтя. И посмотрите, как Китай поднялся. Ни у кого в долг не взявших. Да кто им, коммунистам, бы что-то там дал, какие-то кредиты и так далее, никогда в жизни. И вот они поднялись. Но они сами сейчас самые большие держатели американских значительных. В современном мире, что произошло? В современном мире произошло, вот после того, как Трамп сказал, я нанимался быть не президентом всего мира, а Соединенных Штатов. Это фактически, это значит, что монополярный мир уходит в прошлое. Что это означает? Все стали потихоньку понимать, что вот эти идеи Бжезинского, кстати, должен сказать, что это умнейший человек, высочайшего класса, профессионал. И вообще на трезни, на упокой радоваться, это только идиот может. Это умнейший человек. И на его трудах очень многому научились сами китайцы. Ты спрашиваешь про Китай. Почему? Потому что критик и апологет вот этого монополярного мира, как никто знал слабости остального мира и его проблемы. В этом его объективная ценность. Но с другой стороны, конечно, как-то вот так получилось удивительное совпадение. Смерть Бжезинского, речь Трампа, ознавали окончание монополярного мира. Чего не мог Бжезинский, даже ни в каком сне, восхитить, это подъем Китая, России, Индии, Бразилии и других стран вот этой монополярности. И вот тут, извини, что вот я так как бы затянул, и тут получается, на чем это все было построено? На той идее, что либеральная демократическая доктрина, а ее лучше всех обглодал, осмыслил и подал великий Фрэнсис Фукуяма. Он велик тем, что это на самом деле философ, публицист. Вот это его теория того, что мир движется к совершенству. А совершенство – это вот либеральный демократический идеал. Сейчас Фарид Закария, знаменитый, или Закария, его там тоже вот это, что это совершенство. А история что нам показала? Что совершенство, вот Гегель, это же вообще идея Гегеля, мир движется к совершенству. Но что было совершенством для Гегеля? Прусская монархия. А для них, соответственно, вот эта, американская империя, вот все это дело. А мир что показал? Что сколько культур народов, столько и совершенств. Совершенства разные, у всех разные традиции. И эти совершенства должны научиться или уважать друг друга, или все уйдет в неуправляемый хаос. Да, мы понимаем, из учебников истории. Вот как связано наш демарш наших, вот казалось, такое, ну в международном масштабе мелкое событие, что какие-то чудики отзывают пять дипломатов, в смысле не отзывают, а изгоняют их из страны. И вот как это странным образом связано с мировыми процессами тектоническими. Ну вот спрашивается, а надо ли нам это, вот по большому счету? Ну, большие тектонические процессы, сдвигов, не знаю, вот таких тектонических плит, однополярный мир, зарождающийся вновь, так сказать, двухполярный, а может быть и трех, и четырех. В зависимости, ведь амбиции есть и у Китая, у России, ну в общем, в целом у стран БРИКС. И вот нам нужно вот здесь вот такие встревания, ведь смотрите, можно так неосторожно, ну не знаю, лишиться части чего-то. У меня сразу вопрос, нам это кому, кто три раза за ГИМПу его племешать голосовали? Или нам это людям, которые обездовали, или нам всем как к единому. Что такое нация? Нация это не там этническая группа, пусть даже доминантная, титулярная, как говорят. Нация это всегда конгломерат национальностей. Какую страну ни возьми, въезд, ну процентное соотношение, где больше-меньше. Поэтому нация это выше, чем национальность. И когда мы говорим национальный интерес, мы имеем интерес нации, всего народа, всего общества в целом. Те, кто живут. Нация это те, кто живут в этом государстве. Нация это тот же дом государства. Если интегрально смотреть, в интересах нас всех, как единого целого, как Мандевель говорил, государство это улей. Значит, государственность это дух улья. А если мы возьмем такую вещь, еще глубже посмотреть, то и назовем это свободой, или назовем это суверенитетом, еще лучше слово суверенитет, это дух улья, который отстаивается в постоянной борьбе улья за существование. Это никогда не... Вот сели, конституцию приняли и там сидим. Ребята, в жизни это борьба. Если мы не будем бороться за свою государственность, вот почему мне понравилась постановка этого вопроса, то мы никогда не выживем, и рано или поздно мы знаем массу государств, которые огромной империей разваливались, огромные государства рушились, если они не боролись за свою самобытность, за свои интересы. А вот этот ход... Да, за чьи интересы здесь борются, Михаил, наши молодовские власти. Ну что, ну что, я говорю, с одной стороны, это чтобы усидеть, чтобы так чуть-чуть не качаться. Местичковый интерес. Ну, когда на тебя топиола наезжает, ты что будешь делать? Вы, пацаны, тут реформ не делайте, все не по европейскому пути. А нет, а мы вот как поляки и другие, а мы тогда до Дональда, Трампа и до Госдепартамента. А чтобы те признали за своих, ну, время от времени вот сменилась власть, и никакой толком подлянный. Вот давай сигнал пошлем, что ребята, все по-прежнему, и чтобы впечатлить, давай сразу пятерых отсюда. Надеждей, что это срабо, а с другой, еще раз повторяю, внутри политической, подорвать престиж президента, этой политики, которая открыла, открытие. Ведь у него же политика открытия и на Запад, и на Восток. А то говорят, на Запад взять, а на Восток нельзя. Вот это все, в этом рост. Буквально в среду начинается визит Игоря Николаевича Додона в Санкт-Петербург. Северная столица России принимает у себя международный экономический форум. Часто называют его российским, Давосом. В общем-то, достаточно представительные события. Вот ваши ожидания от тех встреч, которые пройдут у молдавского президента. Ожидания от возможных договоренностей. Ожидания от того, что... Сумеет ли Игорь Николаевич Додон достучаться до российских властей и суметь... Особенно после такого, да, то, что за спиной происходит. Кстати, вот это ожидание вот этого Санкт-Петербургского форума, я думаю, это было еще и к этому. Я помнишь, говорил, что хороший удар рассчитан на несколько вещей. В том числе, удар рассчитан именно на... В том числе и вот это. Типа... Осложнись диалог. Типа встретится Игорь Николаевич с Владимиром Владимировичем, а тот возьми да и скажет. Чего ж ты, батенька, я к тебе всей душой, а вы, молдаване, вон она как с нами да и соотноситесь. Я думаю, что все все прекрасно понимают. Я думаю, что ответ будет, во-первых, асимметричным. И, во-вторых, я думаю, что если Путин уже сделал ставки в этой игре, я имею в виду Балканы, предбалканы региональные, да тут вон Украина чубучивает. Я думаю, что эта линия на поддержку добрых отношений, они объективно не могут быть недовольны. Сколько наших молдаван в Российской Федерации? А сколько живут и давно живут, и смешанные семьи? А сколько работают и зарабатывают? И деньги, кстати, присылают домой. А это две трети поступлений, которые идут за рубежа. Это же факт. И куда сбывать продукцию? У тебя нет рынков, ты никто. И звать тебя никак. То есть, я так думаю, что это не повредит. Но то, что это заставляет всех нас быть немножко побдительней, повнимательней и соображать, что в мире творится, то это однозначно. И поэтому, если мы хотим поддержать собственное государство, вот собственный улей, с его собственным суверенитетом, кстати, этот суверенитет, наступило время, когда его надо потихоньку отматывать, забирать назад. То, что вот так бездумно отдали, подписав это кабальное соглашение. Вы имеете в виду 2014 год, соглашение с европейским суверенитетом? Когда хаос, когда мир монополярен, легче вернуть в зад, как говорят, инструмент, который у тебя там уволокли или что, под шумок. Извините, не получилось. Вы знаете, всегда поражало то равнодушие, с которым ежедневно живет представитель власть, придержащих равнодушие к собственному народу. Ведь посмотрите, сейчас мы с вами наблюдаем за встречами президента с диаспорами в тех странах, куда он совершает свои визиты. И вы обратите внимание, что в странах в западном направлении эти диаспоры умещаются в залы, которые им открыты, открываются на территории дипломатических миссий. Ну, кучки по-разному. В Российской Федерации нет ни одного зала, ну, в всяком случае, из тех, где бы хватило мест всем желающим. Просто сидели там, стояли в коридорах, вне коридоров, ждали, когда президент выйдет. И хотя бы, в общем-то... Живут надеждные люди. Понимаете, и мы... То есть, и вот этот, ну, знаете, вот это пренебрежение, ведь все время, смотрите, когда говорим даже, например, об организации выборов, что вот урн для голосования должно быть в странах, там, в Италии, Португалии, такое-то количество. И, ну, дай Бог, чтобы 5, 6, 7 урн выторговали, допустим, для Российской Федерации, еще с ограниченным количеством избирательных бюллетеней. Так маешь сам дуэстерила, если мы помним. Значит, о судьбе наших сограждан в Приднестровье, там же, наши граждане, наши, как говорят, братья и сестры. Далеко ходить не надо, спутать. Значит, для них никто не беспокоится, для тех масса гастарбайтеров в России, которые две трети поступлений за рубежа от них идет, никто не парится. А где-то там, в каком-то городке, в каких-то городках, что-то там не хватило, кто-то не пришел, что-то... Это истерия, это мистерия, да Бог знает, что... Нарушение прав человека. Да. Вот это то, что мы называем идеологией двойных стандартов. А на самом деле это раздвоенная бессовестность. Потому что совесть, вот даже слово integrity, интегритат, или по-нашему, что такое? Это цельность человека, совестливый человек, цельность. Как у него мозг начинает на левое и правое полушария рассыкаться, цельность пропадает, а вместе с ней и совесть. Да, то есть ты можешь для себя ограничить. Допустим, вот за это я готов быть совестливым, а вот здесь, извините, есть другие интересы, и вот они, так сказать, обеспечивают мне право на поступок. Да, психоаналитика. Да. Ну, вот мы уже говорили с вами о определенной борьбе идей, и как-то, в общем-то, в прессе я, когда читал о вас, поймал себя, то есть запомнил несколько выражений. Интеллектуальный мотор, символ полиэтнизма Молдовы, одновременно адепт той самой молдавской идеи. И вот сегодня вот эта идея молдавская, молдавская идея молдавского государства, со своей историей, со своей идентичностью, многонациональной, кстати, идентичности, я говорю, нация, это всегда много национальности. Она сегодня существует в разрез, живет в разрез с тем, что навязывает власть придержащая сегодняшняя Молдове. И вот в чем смысл тогда этой борьбы идеи, когда рычаги управления нашей с вами жизни находятся в руках людей, которые, в общем-то, как раз вот понятие совести у них давно уже не то, что раздвоилось, там расчетверилось, если не растворилось вообще. Вот как здесь быть с этой борьбой идеи? Как обеспечить выживание идеи? Тут что получается? Значит, дело в том, что идея обладает колоссальной разрушительной силой, когда она не разделяется, или разные идеи разделяются разными людьми. И она же капитально, невероятно способна магически объединить самых различных людей, когда эта идея всем соосна, она всем близка. И поэтому вот для меня самая главная идея – это идея Родины. Вот что такое Родина? Это мать. Вот меня куда только судьба не заносила, вот пару раз был в Израиле. Там мои соседи, знакомые, евреи по национальности, давно покинули страну. Я встречался с ними, и все спрашивают, а как там, а как у вас, а мы следим, а что в Кишиневе за бардак творится? То есть о чем это все говорит? Это о том, говорит, какой бы веры не были эти люди, каких бы взглядов на жизнь не было, но для них Родина – это вот этот город, где они родились, это городишко, откуда ни, село. Вот это все есть Родина. Потому что Родина – это мать. Мама одна. Да, мама может быть и прокуренной, и намазанной, она всякой может быть. А может быть красавицей, но это мама. И поэтому маму надо любить. Мама – это то, что нас друг с другом связывает. Мама – это женского рода, а где женщина, там любовь. Вот оно как. И я поэтому всегда считал и понимал. Вот у меня отец царства… Кстати, вот у меня мать русская, отец молдаванин. Ну и я помню, Виктор Иванович Коняковский еще в Бельсах спросил, то ли меня, то ли моего брата, не помню, кому вы… По-моему, был ко мне там вопрос, может, и к брату, но я запомнил. Он говорит, слушай, говорит, сынок, у тебя, говорит, мама русская, отец молдаванин. А ты кто? Ну, я сначала хотел ответить, а я конь в пальто. Типа, что за дурацкий вопрос. Но потом посмотрел на строгое лицо папы и маменьки, я ответил так. Я говорю, наполовину молдаванин, наполовину русский. А он говорит, а с какой стороны ты молдаванин? Я говорю, отсюда. Он говорит, а где сердце? Я говорю, ну так получается. То есть ребенок ответил, как бы… Виктор Иванович, спасибо. Время пролетело, смотрите, как незаметно. Я не насытился с нашей с вами беседой. Думаю, зрителям так же вас не хватило. Но для этого могу сказать, что включите уже в среду Акчент ТВ, посмотрите вашу авторскую программу «Позиция», и тогда возможно… Ждем вас завтра в 8.40. Как всегда, авторская программа «Позиция». В завершение хочу сказать, что вот буквально, когда накануне нашей с вами встречи, я прочитал материал о визите, если вы уже упомянули Трампа, его воежж по миру. Который и у нас наследил от его пузырей. Да, вот об этих пузырях. И вот статья называлась так. Трамп наводил порядок в публичном доме. Ну, там немножко другое слово было использовано. К нему это близко. Все эмоции были расписаны. И я вот поймал сейчас себя на мысли, что вот наши власти вот со всем своим демаршем не тянут даже, знаете, на прикроватный коврик у постели вот этих обитательниц вот этого публичного дома. И это крайне обидно для гражданина Молдовы, когда власти, то есть люди, которые чиновники, обречены нас представлять в исполнительной власти, фактически нивелируют наш с вами авторитет как нации своими действиями. И это, ну, наверное, надо когда-то уже поставить точку. Очень хочется дождаться. Я думаю, что правильно сказать, что эти ребята в этом доме не ночуют. Мы их не допускаем. Видите, я даже в качестве прикроватного коврика... Да нет, они просто не ночуют. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был профессор, академик, ведущий авторской программы на нашем телеканале Виктор Баршевич. Оставайтесь с нами, и мы работаем для вас. Субтитры создавал DimaTorzok